Дежурные бляшки Буквально диаметром может быть полсантиметра Возможно и достаточно часто будет оставаться как раз в заушной, заднелатеральной поверхности шеи, заушная область Отводите волосы и осматривайте вот эту область на предмет наличия псориатических бляшечек Если вы видите даже одну маленькую бляшечку, то вам становится все понятно, что у пациента псориаз И инъекции, любые инъекции вообще категорически противопоказаны Вокруг места каждого прокола формируется бляшка У пациента, у которого был, например, всю жизнь только псориаз волосистой части головы И на теле, в принципе, на лице, на теле, в остальных областях не было никогда высыпаний То после инъекции лицо становится покрыто все вот псориатическими бляшками Все, что заканчивается на ит Напоминаю, по-латински это окончание означает воспаление Синуситы, фарингиты, ларингиты, там все что угодно Стоматиты, парадонтоз, да, парадонтит Все, 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 все это является противопоказанием Ну и само собой наличие кариозных зубов является само по себе противопоказанием Поэтому еще раз повторяю, заглядывайте в вашем пациенту в ротовую полость Когда они приходят к вам особенно Субтитры создавал DimaTorzok